Сызранцы исполнили 88 детских желаний. Именно столько воспитанников детского дома попросили себе подарки у Деда Мороза. Свои пожелания дети написали в открытках, которые вместе с игрушками повесили на елку в здании администрации города. Вот буквально те игрушки, которые ребята повесили на нашу елочку в администрации, они были разобраны уже на третий день. Это говорит об активности наших жителей, о том, что у сызранцев очень доброе сердце. Воспитанники детского дома очень серьезно надеются на чудо в новом году. Артуру 15 лет. Для него самый большой подарок – возвращение мамы. У меня есть желание, и я думаю, что она в 2016 году исполнится. Буду верить, будем ждать. Подарков много не бывает. Самые юные воспитанники детского дома просили у Деда Мороза игрушки. Вот Саша просил зеленого халка, да, Саша? А Олег просил лего-машину. Ну, сегодня, надеемся, их желание исполнится. Церемония раздачи подарков началась с появления сказочных персонажей. Дед Мороз оказался волшебником и зажег елку огнями. Впрочем, многие из детей понимали, кто преподнесет им долгожданный подарок. Я поздравляю вас с этим замечательным праздником, с Новым годом, счастья, здоровья вам и еще раз, еще раз успехов и самого-самого всего наилучшего. Игрушки, спортивная экипировка, бижутерия и различные гаджеты – лишь малая часть того, что подарили детям. Три девочки попросили у Деда Мороза путевку на экскурсию в Казань. Четверых воспитанников несколько дней назад наградили поездкой на кремлевскую елку в Москву. Татьяна удостоилась этой чести за успехи в учебе. Мы там пофотографировались около большой елки, посмотрели царь Холокол, царь Пушка, пошли в Кремль на елку. Главная мечта у Татьяны и у многих живущих в детском доме детей – обрести семью. Часто такая мечта несбыточна. Глаза ребят говорили – игрушки, подарки нужны, чтобы почувствовать – ты не один. Анатолий Волошинский, Евгений Воронов. Вести детально.